Поздравляю вас с Днём Великой Победы! Ура! 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 Первая часть урока мужества для учащихся 4-й школы проходит на одном из воинских захоронений солдат-офицеров, умерших от ран, полученных на фронтах Великой Отечественной войны. Соликамск, как и многие города Советского Союза, принимал раненых бойцов. 10 августа 1941 года в город Соликамск стали поступать первые раненые, а всего в годы Великой Отечественной войны в пяти госпиталях пролечилось более 26 тысяч человек. Более 25 тысяч из них встали в строй, но, к сожалению, 174 бойца и командира Красной Армии скончались в госпиталях от тяжелых ран и тяжелых болезней. Эту страницу истории Соликамска отразил детям почетный работник уголовной исполнительной системы. Ведомство шефствует над местами, где обрели вечный покой воины, которые сражались за нашу родину. Конкретно в этой части кладбища захоронено 78 человек из разных уголков СССР. На многих могильных камнях одна и та же дата смерти – 1943 год. Именно тогда в наш город пришли шалоны из блокадного Ленинграда, за которые шли ожесточенные бои. Дети внимательно слушали и после лекции взяли ответное слово, точнее, стихи и песни. Защитники Отечества, надежнейшие своей страны. Обратились к школьникам представители администрации округа, Советы ветеранов и депутатского корпуса. Сегодня мы чтим тех героев, которые отстояли нашу родину ценой своей жизни. Никто не забыт, ничто не забыто. Живым ветеранам низкий поклон, а к тех, кто ушли, не забудем имен. Далее офицеры в СИН возложили венок к Стелли со звездой, а дети украсили цветами газон у надгробных камней каждого похороненного красноармейца. Следующая часть урока мужества прошла у стены героев. Сергей Ерофеев рассказал юным соликамцам, за какие боевые заслуги земляков здесь увековечены их имена. В конце урока мужества взрослые помогли школьникам прикрепить цветы к каждой памятной доске. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.